Всем здравствуйте, меня зовут Елена, я профориентолог Что касается стереотипов, относительно программистов, инженеров, я слышала, что не женская вроде как профессия На самом деле это все действительно на уровне стереотипов, даже неких предрассудков, которые уже уходят в прошлое Сейчас, да, сталкиваются некоторые, но уже нет этого на самом деле, тем более, что касается программистов Программистов девушек все становится больше и больше, ну, во-первых, потому что сейчас проще получить образование Учитывая, что программистов тоже такое очень широкое понятие, профессий в IT-профессии очень много сейчас И поэтому я не сталкиваюсь с этим стереотипом, если честно, в своей профессии, кто как не я Ну, правда, не сталкиваюсь Вообще, говоря о стереотипах, всегда было... в России всегда были женщины-инженеры, женщины-управленцы, строители Откуда это может идти? Есть такой документ, называется Трудовой кодекс Там есть глава о защите материнства и детства Я думаю, что все идет оттуда, но там, что касается опасных и тяжелых физических, очень тяжелых физических работ То есть женщинам нельзя... ну, есть список, там существует список, который с годами сокращается И там в основном речь идет о опасных, тяжелых работах, которые нельзя заниматься женщине Но обучаться этим работам, либо там занимать какие-то должности управленческие, никто не запрещает Все, то есть остальное все стереотипы, ну, это вот... и оттуда, я думаю, что пошло вот это, что женщина-слабый пол Который сейчас этого уже, правда, нет Это все еще... ну, правда, уходит... начало 20 века Сейчас все меньше и меньше, да, мы сталкиваемся, но это скорее из уст наших бабушек, может быть, родителей Но уж точно и программистов, скажем так, нет только мужских, либо женских профессий Есть профессии с определенным набором качеств, требований к сотруднику Например, есть профессии, где необходим твердость духа, воля, физические данные И это не обязательно мужские профессии Кстати, мужчины не все... не всегда соответствуют этим качествам Поэтому я бы так ответила, что стереотипов... это все предрассудки И правда, стереотип на то и не стереотип, что ничего не подкреплены Я думаю, так Ну, вопрос общий, потому что почему... надо понять действительно, почему хочет девочка пойти на инженера В моем понимании и по опыту тоже скажу, что там, скорее всего, есть не просто интерес, а есть способности К техническим профессиям, то есть техническим... ну, то есть технические данные У нее есть ее сильная сторона математика, либо физика, вот... и поэтому... Нужно понимать, если есть способность, есть интерес, ну, почему нет? Очень перспективная профессия инженера нынче очень востребована, хорошая инженера Как и в любой профессии, хорошие специалисты очень востребованы Вообще, поддержка — это основное, что может сделать родитель при выборе профессии для ребенка своего Поддержка — это не то, что мы поддержим любой твой выбор Что значит поддержка? Поддержка — это когда твой ребенок понимает, что он может прийти в любом случае Что бы с ним ни случилось, что бы он там ни придумал, он не будет обесценен, либо раскритикован Родитель воспримет его выбор, каким бы он ни был Да, конечно, это... поинтересоваться, а почему? То есть еще поддержка родителя в том, что... а давай посмотрим, что есть Как-то ты уже... то есть разговор на эту тему, чтобы старшеклассник понимал, что... да То есть иногда просто какие-то иллюзии, что я вот хочу быть, не знаю, программистом А что для этого нужно, он даже не узнал Сейчас куча вариантов возможности попробовать себя Это то, что я всегда рекомендую делать То есть обязательно попробуйте, как минимум, почитайте об этой профессии Посмотреть, какой набор навыков необходим, компетенций Что нужно лучше пообщаться с действующим представителем этой профессии Потому что тоже программист, он очень широкое понятие Сейчас вообще IT-сфера внедряется и внедрена в разные... во все сферы экономики и бизнеса Поэтому программист-программисту рознь Тоже нужно понимать, что именно тебе тут интересно А почему тебе это интересно И тогда, ну и лучше, конечно, попробуй там, не знаю, курсы бесплатные даже пройти Будешь ли ты продолжать заниматься этим? Тебе это интересно? Или это просто, потому что навеяно трендом, вот и все Я думаю, что те девчонки, которые идут в профессию якобы мужскую Не сильно боятся какого-то осуждения, какого-то предвзятого отношения Сейчас действительно настолько все пошло вперед У нас, ну, раньше там когда-то не учили на пилот Поэтому сейчас, ну, что касается технических специальностей, ну, мне кажется, это правда Это вот все страхи на уровне, правда, стереотип Кто-то сказал когда-то и вот эта установка, которая нужна, ну, это просто можно поговорить с психологом Потому что это правда, это решается на, ну, за один разговор с хорошим психологом Ну, это вот, это ничем не подкрепляется, правда Нет, нет каких-то стереотипов Я работала в крупной компании Там был большой отдел IT Половина была женщин Так это было 10 лет назад Так что нет такого Я рекомендую Это в целом общий такой совет Прежде чем поступать куда-то, именно выбирая Когда ты выбираешь вуз или колледж Неважно, учебное заведение Сходить туда на день открытых дверей Пообщаться с преподавательским составом Найти обязательно студентов, которые уже там отучились год-два И могут, особенно если у девушки есть опасения Что там как-то по-особенному относятся к женскому полу То спросить у девчонок, которые там уже учатся С чем они сталкиваются Возможно, есть трудности Возможно, действительно и нет именно в этом учебном заведении Никаких сложностей именно с половой принадлежностью И все учатся на равных Поэтому обязательно именно пообщаться Пообщаться с студентами С такими же бывшими абитуриентами У которых, возможно, были такие же страхи, как у вас Не бояться просить помощи, поддержки у преподавателей Обращаться к взрослым, которым ты доверяешь К авторитетным взрослым, которым ты можешь доверить свое Какое-то опасение Я благодарю вас за просмотр данного ролика И очень надеюсь, что выберете свой путь И просто запомните, примите как факт, что нет единственного правильного выбора Их всегда множество И вы можете выбрать свой путь Тот, который вы считаете сейчас наиболее важным В любом случае, по прогнозам, вам придется еще сменить Ни одну, ни две, а пять-шесть профессий за вашу трудовую деятельность Поэтому все будет хорошо Желаю вам удачи